Добрый день, дорогие телезрители! Здравствуйте! Сегодня 2 марта и с вами программа «День веков. Хронограф». И мы ее ведущие. Я Юлианна Шахова. Я Евгений Воскресенский. Начать программу мы бы хотели с поздравлений сегодняшних именинников. Удач, здоровья всем, отмечающим сегодня день рождения. Рады также сообщить, что кроме вас 2 марта в разные годы появились на свет такие замечательные люди, как... Михаил Сергеевич Горбачев, первый президент СССР. Поэт Евгений Боротынский и педагог Константин Ушинский. Актер Юрий Богатырев. Физик Георгий Флеров. Модельер Вячеслав Зайцев и Ирина Богачева. Знаменитая петербургская певица. Сегодня 2 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в истории отмечен следующими событиями. В 871 году английские войска в битве при Мордене разбили вторгшихся в Англию датчан. И в 1714 году русские войска генерала Голицына разбили шведов в битве у Лаппула. Это Финляндия. В 1791 году во Франции внедрена новая система связи – семафор. И в 1831 в Москве в церкви Большого Вознесения состоялось венчание Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. В 1911 году состоялось первое выступление русского народного хора, созданного Пятницким. И в 1917 году началась забастовка рабочих Путиловского завода в Петрограде. В 1919 году в Москве открылся первый конгресс Коминтерна. И в тот же день на Украине объявлена мобилизация в Красную Армию. В 1933 году в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Кинг-Конг». И в 1938 году в Москве начался открытый судебный процесс над Бухариным, Рыковым и другими. В 1942 фашистами расстреляно до 5000 человек в Минске. В 1953 году, спустя сутки после начала тяжелейшей болезни, к Сталину были допущены врачи. И в 1970 году русский писатель Твардовский издан из редакции журнала «Новый мир». В 1978 году в космос впервые в истории запущен международный экипаж. И в 1993 учреждена Академия медицинских наук Украины. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 2 марта. День рождения Михаила Сергеевича Горбачева. Первого и единственного президента СССР. Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в семье русских крестьян. В 1946 вступил в комсомол. Окончил МГУ. После окончания университета занимал ряд должностей в комсомольских и партийных организациях Ставрополья. В апреле 1970-го был избран первым секретарем Ставропольского крайкома. По итогам выборов на 24-м съезде партии Горбачев входит в состав членов ЦК КПСС. А в 1978 году утверждается секретарем ЦК. Поддержка главного партийного идеолога Суслова обеспечила избрание Горбачева кандидатом в члены Политбюро. Горбачев активно проявил себя при работе в Политбюро и секретариате ЦК во времена правления Андропова и стал возможным преемником Черненко. В марте 1985 года пленом ЦК избрал Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Избранный на высшую партийную должность, Горбачев сразу же столкнулся с необходимостью преодоления застойных явлений в советской экономике, но вскоре осознал, что коренное переустройство будет невозможным без изменения политической и социальной базы в СССР. Для демократизации советского общества Горбачев поддержал курс на гласность и перестройку, а также сделал шаги к улучшению отношений с капиталистическими странами путем подписания договоров по разоружению и выводу войск из Афганистана. В 1988 году Горбачев произвел серьезные кадровые изменения в политбюро и настоял на отставке многих партийных функционеров преклонного возраста. В октябре того же года Горбачев стал председателем президиума Верховного Совета СССР, но этого оказалось недостаточным для продолжения реформ. КПСС утрачивала свои позиции и столкнулась с актами гражданского протеста в союзных республиках. Политическая ситуация требовала дальнейших изменений в структуре власти и съезда народных депутатов. В марте 1990 года ввел пост президента. 27-й съезд избрал Горбачева первым президентом СССР, а также отменил статью в Конституции, закреплявшую руководящую роль КПСС. Дальнейшие попытки Горбачева расширить свои полномочия главы государства не принесли успеха. А союзное правительство еще более утратило свои позиции в регионах. Непрекращающийся кризис в советской экономике вызвал массовое неприятие мер, предпринимаемых Горбачевым. Союзные республики одна за другой провозгласили суверенитет своих законов над союзными, что вело к неминуемому распаду Союза СССР. Пытаясь спасти государство и партийную власть, группа коммунистических консерваторов решилась на плохо подготовленный путь и поместила Горбачева под домашний арест в августе 1991 года на даче в Форосе, расположенной в Крыму. Там Горбачев проводил отпуск. После провала попытки переворота Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. И он объявил о сложении полномочий генерального секретации КПСС и о выходе из КПСС. А реальные функции управления страной взяло на себя российское правительство Ельцина. Представители РСФСР Украины и Белоруссии подписали в декабре 1991 года декларацию о создании Содружества независимых государств СНГ и констатировали распад Советского Союза. В те же дни 11 республик подписали протокол, формально учредивший СНГ. С прекращением существования СССР как государственного образования Горбачев объявил о своей отставке с поста президента в телевизионном обращении 25 декабря 1991 года. С декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев, президент Международного фонда социально-экономических и политических исследований. Горбачев фонд. Сегодня 2 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Начнем наше путешествие вглубь веков. 2 марта в 1067 году основан город Минск. Чем не день рождения? Да. У столицы Белоруссии сегодня праздник. Поздравляем. Только первое упоминание Минска никак не связано с Белоруссией. Тогда и слова такого не существовало, а речь шла о пограничной крепости Минск Полоцкого княжества. Еще в одном толковании название Минск происходит от слова «мена», так как в давние времена на месте нынешнего города находился миновой пункт, торговый рынок. Поэтому и появившийся здесь город стал называться сначала Минском. Минском, а затем Минском. Первое летописное упоминание о Минске как о городе Полоцкого княжества относится к той эпохе, когда в этих местах на реке Неминге 3 марта 1067 года шла жестокая битва. Не на жизнь, а на смерть здесь сражались князь Всеслав Полоцкий и сыновья русского князя Ярослава. В результате этой битвы Минск был разгромлен. Мужчины перебиты, а женщины и дети взяты в плен. Всеслав Полоцкий спасся бегством. С болью и укоризной пишет автор слова о полку Игореве о гибели русских сынов в этом сражении. После битвы на Немиге и последующих межусобных войн у дельных князей Минск много раз сгорал дотла. Его жители гибли, но город, как птица Феникс, все равно возрождался. Ну, раз уж мы заговорили о Белоруссии и о печальных событиях этого государства, вспомним 2 марта 1942 года. Еще одну трагическую дату в истории Минска. Из письма белорусской девочки Софии своему отцу. Папочка, ты не можешь себе представить, как здесь издевались над людьми. Тысячи людей стали в этот день жертвой террора фашистов. К счастью, Софии и ее сестре Гале повезло. Им удалось бежать из минского еврейского гетто. А пять тысяч евреев в этот день были схвачены нацистами и расстреляны на окраине Минска. Сегодня 2 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь о событиях 18 и 19 веков. 2 марта знаменательны для России победами в Северной войне 1700-1721 года. Один из самых любимых полководцев Петра I, Михаил Михайлович Голицын, 2 марта 1714 года, одержал победу над шведами в битве у Лапала, местечко в Финляндии. Мы в 18 веке в Финляндии? Да. Тогда же Финляндия принадлежала Швеции, обладающей самой сильной армией в Европе. И только войска Петра I, включавшие в себя и сухопутную армию, и флот, сумели поставить шведов на место. Победой под Лапала было положено начало быстрому продвижению русских войск на запад. В 1720 году, командуя отрядом Грибного флота, Голицын одержал победу около Грингама. Это была вторая победа русского Балтийского военно-морского флота. Она и по сей день торжественно отмечается всеми российскими моряками. 2 марта в 1796 году Наполеон Бонапарт, 26-летний генерал, назначен командующим французской армией в Италии. 26 лет и уже генерал. Эх, в 26 лет он получает в командование армии. Представляете? А звание генерала еще раньше, в 24 года, после блестящей военной операции взятия Тулона. Случайно не так далее в судьбе Наполеона сыграло важную роль расположение жены начальника? Именно так. Презрение и сознание, собственно, превосходство над всеми окружавшими внушили будущему полководцу смелость противоречить своим начальникам. По случаю ежедневных споров на Леона с генералом Карто, жена последнего сказала, «Да дай же ты волю этому молодому человеку, он побольше твоего смыслит. Ведь он ничего не просит, а реляции ты составляешь сам. Так слава все-таки и останется за тобой». Но, как мы видим, слава осталась все же за Наполеоном. Наполеон в Европе нашумел, как никто. Умело не только сам стал командующим всеми республиканскими войсками Франции, но и ее и правителем. Властвуя, он безгранично расставлял силы и играл на международной арене. Так, 2 марта в 1801 году союзная Франция и Испания объявила войну Португалии. Не зря же войны начала 19 века, но все называются наполеоновскими. Кстати, это расхожее мнение, что события наполеоновской эпохи затронули только Европу. Да-да, война с Россией, экспедиция в Египет, конечно. Конечно, но последствия затронули и Америку. Ослабевшие в войнах европейские государства больше не могли контролировать свои колонии. В результате Мексика объявила о своей независимости от Испании. И, кстати, именно 2 марта 1836 года все та же Мексика потеряла Техас. Он провозгласил свою независимость от Мексики. 2 марта по сей день празднуется в Техасе как День независимости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА